Перед стартом ролика хочу посоветовать вам новый уникальный военно-политический сервер Арис Полит. Возглавьте новое великое государство или приведите к процветанию уже существующее. Здесь установлена большая карта с живописными ландшафтами, удобными для больших сражений. Также на Арис Полит есть большие красивые города, готовые принять активных граждан. Плюсом у них есть новая реалистичная система оружия с точными попаданиями. Присоединяйтесь и творите историю. Ссылка в описании. Позвольте представить вам ролик за Нидерланды в Первой мировой с модом Great War Redux. Мне уже не раз предлагали данную страну, здесь у нее есть интересный путь и мы сегодня в этом видео с вами его полностью пройдем. Путь голландского нейтралитета через консервативную нацию, единство провинций и войну за колонии. Мы с вами создадим единый бенилюкс, попытаемся захватить Сиамы Бразилию, выставить против немцев, навести шороху в Европе, выставив против продвижения немцев на Францию. И сделать Нидерланды сильной державой, которая удивит весь этот игровой мир. Планы у нас конечно же наполеоновские, так что усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь данным роликом. Стартуем мы с вами с голландского нейтралитета. Ну а если краткую сводку страны, у нас со старта 5 фабрик, 3 верфи, 1 военный завод. В армии 30 тысяч человек. Ну и самое приятное, что у нас есть, это вассал. Голландская Индонезия, предоставит нам немало людских ресурсов. Аж 750 тысяч в запасах продот по промышленности, а она слаба. Ссылку на мод и на его перевод вы найдете в описании. Сами мы играем на историческом фокусе, чтобы нам было сложнее. Так что примерно вы можете представить, какие страны куда пойдут и как будут развиваться, если хотя бы поверхностно знакомы с историей Первой мировой или же данного мода. А у меня на канале, если что, есть целый плейлист, где я играл за все основные страны по разным направлениям. Так что можете заценить. Сверху справа под восклицательным знаком будет и в описании ссылка на данный плейлист. Посмотрите, если вдруг какие-то еще пути до сих пор не заснял, то оставляйте комменты, обязательно сделаю. По стартовым же негативным модификаторам, это у нас прочный нейтралитет, нет тебя альянсов, напряга, нужна стопроцентная, чтобы воевать, и экономика ориентирована на граждан. 25% фабрик убирается, поддержка войны минус 10%, но единственный наш плюс это Вильгельмина. Больше стабильности и ежедневная поддержка территоризма. Антут заявляет о том, что Вильгельмина способна поднять народ Нидерландов на защиту Родины, если над страной когда-либо нависнет угроза вторжения. К концу 1910 года мы с вами прокачались по ветке деконсервативной нации, получили советника, но дальше мы идти не можем, пока 50% поддержки не будет нейтралов. Поэтому сейчас мы с вами берем советника, традиционалиста, теоретика, поддержка чуть увеличивается, но нам все равно нужно ждать какое-то время, прежде чем эта поддержка дорастет до нужных значений. Поэтому пока давайте-ка займемся экономикой, реорганизация производства, избавимся от дебафов и продолжим дальше раскачивать, получать новые военные заводы, реформировать штаб, ибо промышленность для наших великих планов – это необходимая вещь. Пришлось подождать почти год, но вот в сентябре 11-го года, усиливая монарха, и Вильгельмина становится правительницей нашего государства. Подождем 70 дней и узрим ее на нашем престоле. Да здравствует Вильгельмина на престоле! Дает нам стабильность, нелюбовь к политикам, что уменьшает поддержку как раз других партий и добавляет нам еще прирост политической власти. Королева Вильгельмина объявила новый курс. Она сильная женщина, без сомнения. Фокусы, конечно же, новые здесь не появляются, но зато открывается дальнейший путь. Единство провинций. Мы получим цели на весь Бенилюкс, и следом же попросим у Бенилюкса объединения с нами. А знаете, женщины здесь популярны в Бенилюксе? В Люксенбурге тоже правительница. Женщина неопытный монарх, и лишь Бельгия отрицает их власть. В конце октября 1912 года получаем имперский дух, и у нас открываются решения по поводу колоний. Вопросы британских, японских, французских и португальских. Мы будем просить колонию всех этих стран за 100 политической власти, они, скорее всего, будут что-то нам отвечать. Ну, понадеемся, что шансы будут, сами же пока за это время в войны за колонии не пойдем, потому что Бразилия нам не светит на данный момент, так как здесь гарантия от американцев, мы ее никак не перебьем. А Сиам вариант, конечно, звучит красивый, но пока не самый важный, потому что у него нет ресурсов, фабрик. И вдобавок к этому армия есть, с которой еще надо сражаться. За что? Правильно, ни за что, потому что он ничем не владеет. Ресурсы, конечно, здесь есть, но опять же, чуть-чуть резины, в то время как у голландской Индонезии пока в достатке, это не первоочередная цель. Давайте лучше возьмем защиту дома, военный завод и 5000 пехотки, и избавимся от прочного нейтралитета. Позволит нам оправдывать войны, вдобавок к этому, вот еще мы вот здесь вот потом возьмем модификатор на временное оправдание, и сможем достаточно быстро покорять и другие страны. А сейчас давайте потихонечку надеяться, что страны поддают нам земли. Перед этим, правда, я улучшу с ними отношения, на всякий случай. Но давайте потихонечку начинать с Португалии. У нас с вами с ней 40 отношений, и просто королевство Нидерландов просит колонии. То есть мы, скорее всего, должны узнать ответ. Мы будем сражаться за нашу славу, да? Аннексия против Португалии. Теперь я могу им объявить войну. Давайте. И вопрос, что по высадке. Высадка тоже сразу же пошла. Я заранее был к ней готов, флот расставил. Так что преимущество есть. Единственная проблема, это, конечно, армия. Всего 4 дивизии. Нам будет маловато на первом этапе. Но, надеюсь, можем задержаться, взять порт, а потом подбавить еще новые войска. Погнали. Наша четверочка уже плывет. Подводим еще армию. Ну и минус прочный нейтралитет. Отлично, нам даже не придется его потом убирать. И, видимо, надо быть аккуратнее со следующими просьбами колонии, потому что, если нам откажут, то, опять же, будут цели. Но ни Британию, ни Японию, ни Францию мы с вами не способны сейчас победить. Конечно, Япония звучит классно, но... Хе-хей. Давайте пока поумерим аппетиты и займемся небольшими странами. Я высажусь под Лиссабон, вот в эти вот две провинции. Мои войска, конечно, очень слабые, но понадеемся, что и у Португалии они тоже не особо сильные. И благодаря этому у нас будут хоть какие-то шансы. Вперед сразу же. Сдерживаем здесь армию. Сами продолжаем идти вперед и забирать другой порт. Пока есть снабжение, постараемся здесь что-то сотворить. Выходим в порт на юге. О, и Лиссабон, кстати, взят. Отлично, все. Мы такими темпами сейчас даже, наверное, и победу принесем без прорыва. Давайте сюда. На всякий случай аккуратнее себя будем вести. Закотлим порту. Здесь вся территория наша. Лишь вот здесь вот надо еще победу одержать. Там лишь две дивизии, одна из которых сейчас будет уничтожена. Добавок к этому еще наши армии идут на поддержку. Давай, 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 давай. Давай со всех сторон атакуй, атакуй, атакуй. Я даже вынужденную атаку возьму. Еще атакуем, еще атакуем. Он новая дивизия здесь штампует, выпускает, но мы не даем ему никаких шансов. Правда, вот атаки у наших дивизий тоже слабенькие. Грустненько. Просто массированная атака, знаешь. Со всех сторон, со всех сторон пытаемся одну дивизию оставшуюся выбить, которая здесь укрепилась. Но благо организация тает. Тому нельзя не порадоваться, новые дивизии он уже не штампует. И победа все же будет за нами. Ух. Набег на Великую Порту, а мы с вами другую Порту забираем под свою контроль. Все. Португалия наша. Я так понимаю, колонии это то, что должно стать нашим. Это именно претензии на колонии у нас были. Поэтому давайте колонии заберем под себя, а Португалию саму сделаем вассалами. Надеюсь, такой расклад всех устроит. В итоге я делаю их марионеткой, конфискую у них заводы, забираю право на Вольфрам и миримся. Все. Да здравствует наш новый вассал Португалия, которая дает нам и гражданские фабрики, и права на ресурсы. Первая небольшая победа и наши новые колонии. Какая же это красота. Ну, знаете, попытка не пытка, давайте еще раз попробуем. И, наверное, на японцев на сей раз, что они ответят. Отношение соточка. То есть здесь я максимум, что сделал, да. Япония отказывается передавать нам колонии. И это у нас цель на войну. Навсегда. На Тайвань как раз. Эх, жаль, но мы не будем пока сражаться с японцами. Мы их ни по воде не победим, ни по армии. Поэтому пусть пока эта цель висит. Давайте теперь попросим у Франции. И тут 65 отношению. Но, скорее всего, ответ будет таким же. Да, мы будем сражаться за нашу славу. Никто не согласен отдать нам колонии. Честно говоря, немного обидно. Претензии есть. Фокусы есть. А вот эти вот гигантов, к сожалению, победить сейчас у нас нет никаких шансов. Ну и давайте уж для красоты еще и на Британию повлияем. Попытаемся. Может быть, она что-то отдаст. Хотя бы одна Британия. Да. Да. Все полностью отказались. Никто нам не желает отдавать земли. Ладно, будем одни. Будем без земель. Но верить в свое светлое будущее. Мы же с вами делаем безопасный Бенилюкс. Делаю гарантию на Бельгию, на Люксенбург. Возможно, это как-то повлияет, и они согласятся стать единым Бенилюксом. Но, честно говоря, есть у меня такие подозрения, притом достаточно большие, что это тоже ни на что не повлияет. Но давайте верить в лучшее. Единый Бенилюкс выполнен. У нас с вами открывается решение на Дюнкерк. Мы можем у Франции запросить его. При условии, что будем владеть Бельгией. И здесь у нас получается чисто решение у Люксенбурга и Бельгии на объединение с нами. Отношения у нас максимальные, которые только можно сделать. Да или нет, скажут они, мы не знаем. А даже если догадываемся, то нам все равно остается просто... То нам все равно остается просто ждать... А, подожди-ка. Вот в чем суть. Видимо, при объединении вот здесь, вот через безопасный Бенилюкс, они все-таки соглашаются на единение с нами. Хорошо, я не против. Мы все территории Бенилюкса получили под контроль. А я ведь готовился уже к битве. Просто после такого количества отказов, я думаю, что и здесь будет отказ. Но нет, нам согласились отдать земли. Ну и давай, Дюнкерк. Что нам тут скажут? Не. К сожалению, не согласились. Ну и ладно. У нас очередная цель на Францию. В итоге и против Франции, и Великобритании, и Японии. Мы имеем цели. Но несмотря на то, что нам не отдали все эти земли, главное, мы сделали единый Бенилюкс. У нас уже стала приятная промышленность. 23 фабрики, 18 военных заводов, 7 верфей, больше людских ресурсов. Притом, у нас они постепенно еще отсюда добавляются от независимого курса. Ну и теперь нам надо увеличить свою армию и готовиться. К немцам, которые, возможно, смогут пойти на нас. Или же к атаке со стороны союзников, кто знает. Надо быть сейчас аккуратнее, потому что мы зажаты между двумя великими альянсами. И, естественно, ни один из них не хочет нас видеть свободными и сильными. Я все равно не унываю и делаю фокус на войну за колонией. Да, Бразилия мне не светит, но Сиам, Сиам, он уже ждет нас к себе в гости. Это, конечно, всего один военный завод, а уже два, простите. Но все-таки это новые колонии. Мощь нашей державы будем показывать всему миру. Как раз пока наши войска плыли, уже подготовилась к план высадки. Флот тоже на месте, поэтому давайте. Сиам станет нашим, но, к сожалению, с Бразилией... Да, у нас есть возможность у нее пройти, но при нападении битва со штатами. Нам на данном этапе это не нужно. А тут погнали уже с хорошим шаблоном. Вот с таким вот вся наша армия. Я думаю, мы сможем высадиться, забрать соседний порт как раз, потом привезти еще войска и одержать... Да, официальную победу. Посмотрите, какая хорошая оборона, но нам везет, что мы высаживаемся именно сюда. И я... Ох, красавец, красавец, красавец. Все-таки делает то, что и надо, пытается нас держать. Молодец. Давайте вынжу на атаку. Нам очень важно пробить сейчас вот этот вот порт. Все больше и больше тает, конечно, организация наших войск. Но мы верим в лучшее, знаете что? Но все равно возможности есть. Давайте, наверное, две дивизии отправим сейчас сюда. Пусть подготовятся, на всякий случай. Потому что нас тут задерживают. Все, порт взят. Отлично. Даже без этой высадки тогда справимся. Отправляем 7 дивизий на поддержку. Ну и все. Победа будет за нами. Хороший прорыв. Борьба уже за Бангкок идет. На самом деле, надо было побольше войск сюда привозить, чтобы было полегче. Но ладно, даже так. Справляемся. Держим оборону. Сейчас заберем Бангкок. У них тогда здесь снабжения нормального не будет. И нам понадобится только на север пробиться. Ну, конечно, в Сиаме мое почтение. Не так уж и легко. Сопротивляется, пытается нас задержать. Все. Захватили. И там, и там порт. Остается 20%. Нам теперь надо пробиться сюда. Либо же здесь на север. Самое приятное, что здесь уже у них войска без снабжения. Так что победа будет. Правда, вот рискуем. Если немцы захотят вдруг на нас пойти, то мы почти свободны. Ура! Сиам побежден. Мне хватило просто того, что я забрал обычные территории. Делаем марионеткой. Забираем корабли. И, к сожалению, мне не хватает ресурсов, чтобы затребовать фабрики отсюда. Ну, давайте хотя бы одну фабрику заберем. Это мир. Сиам становится марионеткой. 24 июля 1914 года. Мы здесь как раз добрались. Забрали победную территорию. И здесь я почти доделал котел. Ну, теперь, думаю, самое время возвращаться обратно в Европу. Здесь уже через два дня разразится европейский кризис. Австро-Венгрия нападет на Сербию. И кто знает, может быть, и нас затронет эта великая битва. Начинается Великая война. Центральные державы против Антанты. Сразу же массированный штурм. Черногорию уже прорывают. Скорее всего, Сербия долго не простоит под такой атакой. На российском фронте уже прорыв. Но единственное, пока французы более-менее сдерживают. Но вопрос, долго ли они так смогут. Наша армия потихонечку возвращается. В первую очередь вернется флот. Он самый быстрый. А вот армия пока еще в Цейлоне. Ух. Да. Долго им еще плыть на базу. Но ничего, мы подождем. Знаете, я тут решил выделить голландское Конго. И вы посмотрите сюда. Серьезно. Ради такого. Чисто ради такого стоило их делать вассалами. Они веселятся как могут. Немцы просят военный доступ. Да-да, пожалуйста. Я на самом деле сейчас рассматриваю такую идею, как заступиться вместе с немцами, напасть, разгромить французов, добиться сдачи Антанты. И ведь тогда все территории, на которые мы имеем претензии, должны передаться нам. Вроде такая механика. Я думаю, может быть, стоит ее попробовать. В любом раскладе. Нам надо воевать из Франции, из Британии. Поэтому почему бы не воспользоваться поддержкой немцев. Но перед этим я хочу привести всю свою армию на базу. Нанять еще новые войска. И потом уже будем думать, как нам себя вести. Ну что мы увидим. 12 ноября 1914 года. Османы тоже ворвались в битву с Россией. Здесь они уже пробрались к Варшаве. Черногорию они так дальше не смогли пробить. Ровно как и Сербию пробить. С чему я удивлен. Ну и здесь по границам у них пока веселье. Никто никого. В то время как я уже раздумываю над тем, чтобы пойти наконец-таки в дальнейшую атаку. Наши войска подготовлены. У нас есть цели. Поэтому почему бы этим не воспользоваться. Конечно, пробиваться будет сложно. Как я вижу, здесь немало вражеских войск. Но давайте. Нападаем на Францию. Наша цель проста как никогда. Принести здесь победу. Поэтому вперед. Сразу же на прорыв. Попытаемся дойти до Парижа. Не знаю, что из этого выйдет. Но пока понемножечку атакуем. И начинаем свой великий поход. Да, немцы нас зовут в центральная держава. Мы вступаемся. Чтоб они также привели войска. И мы вместе с ними смогли бы дальше продолжить нашу атаку. Как-никак. Шанс у нас хороший. Главное продавить французов. И полностью их победить. Раньше вроде было достаточно того, что мы забираем Париж. Но сейчас вроде как французы от этого еще в мир не идут. Надо их полностью капитулировать. И потом будут шансы. Самая приятная ситуация, конечно же, вот здесь вот. Где мы прорываемся. И, наверное, по дюнкеркам сейчас делаем котел. Как нас тут сдерживают, к сожалению. Ну давай, постараемся здесь зайти. Тоже сдерживаешь. Да ты серьезно. Везде, везде, везде нас сдерживает. Смотри-ка. Но по дюнкеркам хотя бы котел. Да, отлично. Здесь небольшой котел реализован. Дюнкерк будет нашим. Он хотя и вышел из него. Но это не проблема. Здесь наши войска тоже есть. С потерями, с потерями. Но идем к победе. Пока еще союзники сильно здесь не окрепли. У нас есть шанс. И, кстати, планируется высадка в Бенелюкс. Но, благо, у нас здесь оборона есть. Можем не переживать на этот счет. Единственное, что мне неприятно. Дивизию Португалии у нас отняли после начала войны. И она увела их к себе. Ладно. Наймем, значит, свои. И поиспользуем. В феврале 1915-го Австро-Венгера прорвала Сербию. Так, вдобавок, еще сейчас и Болгария вступается. Все. Сербия не закончат. Здесь у них вроде нормально все по границам. Варшаву они, конечно, не взяли. Но сейчас силы освободятся. И здесь, да. На Западном фронте все так же. Без перемен. Нас продолжают раз за разом атаковать. У нас вполне себе хорошие шаблончики. Мы держимся в обороне. Но враг истощает свои силы. Конечно, нам надо бы прорываться. Но пока недостаток перевеса сил. К сентябрю 1915-го. С Албанией и Черногорией. Наконец-таки они разобрались. Все. У них теперь здесь войска освободятся. Они смогут дальше продолжить атаку на российском фронте. Да и мне здесь подсобить. Хотя, по большей части, здесь и поддержка-то не нужна. Здесь уже рано или поздно французы окончательно потеряют всю свою снарягу, как и британцы. И мы сможем контратаковать. А сейчас, мне кажется, мы организуем интересную вещь. У нас остается два дня до подготовки высадки под Дувром. И здесь, видите, преимущество 48 уже. Без моего флота. Мой флот теперь на поддержку морского вторжения. Все. 64%. Погнали. Четыре дивизии, конечно, этого мало. Но это возможность отлечь британцев, притом очень хорошая. Ох, правда, вот это вот проблемно. Вау, подожди. Мой флот выбивает вражеский. Хорош, хорош. Мы только что 10 кораблей вражеских потопили. И серьезно, под Дувром ничего нет? Ох, вы посмотрите на это. Ай-яй-яй. Ничего нет, да? Возможно. Но, где мой флот? Флот. Почему ты не спасаешь? Я очень удивлен, что он так поздно прибыл. Он вроде должен всю дорогу поддерживать наши корабли, но в итоге... Да. Не очень приятная ситуация вышла. Получается, что мои дивизии сейчас полуготовые к этой битве. Их поистрепало слегка. Отлично. Успели здесь взять. Хорошо. Атакуем сюда. Шесть дивизий ведем сейчас в порт. Мы тогда будем пытаться сейчас воздействовать на британцев. Не знаю, выйдет ли из этого что-то или нет, но давайте попробуем. У нас еще готовятся здесь 12 дивизий. Тоже отправим их на поддержку. Сейчас наша основная надежда, что мы сможем сюда пробиться. И да, заставить еще и здесь врага отвлечься. Давайте понадеемся на результат, пока он тут нас бездарно пытается пробивать. Мойска все же прибыли, но вот мой флот, к сожалению... Эх, страдает. Но это все-таки ожидаемо. Больше того или нет, он будет здесь страдать. Давайте всех сюда и на линию фронта. Будем пытаться прорываться к Лондону. Я не знаю, есть ли здесь какой-то ивент на случай нашего прорыва и победы. В итоге настрадались мы тут достаточно. Но пока вроде держим оборону на линии. Здесь удается сдерживать атаку британцев. Они теряют все больше и больше войск. Надежда на то, что они истощатся. И мы сможем перейти в контратаку. Но пока ситуация, да, далеко не радужная. Я так и не очень понял, что здесь произошло. Греция почему-то не вот эта Греция, а другая. В альянсе с союзниками воюет против центральных держав. Странности этого мира порой сложно понять. Май 1916-го. Революция в России. Все-таки они потеряли немало территорий. Уже до Киева почти здесь дошли. Правда, вот мне бы немецкая поддержка не помешала вот здесь вот. Но что-то как-то они пока сюда не торопятся. Надеюсь, после победы над Россией они придут и помогут мне немного. Привел новую армию и вроде сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то да удается. Мы выходим к Лондону. Надеюсь, это даст какие-то шансы. Давайте в атаку. Сейчас попытаемся Лондон забрать. Я думаю, это будет интересным ударом. Наконец-то у нас тут хоть что-то вышло. Смогли еще один порт взять под свой контроль. Фух. И... И революция, походу, да. Революция в России. Большевистский переворот 2 сентября 1916-го года. Ну, здесь как бы еще перемирия с самой Россией нет. Но оно в скором времени будет, так как у них уже нет войск, солдат. Немцы освободятся скоро с Восточного фронта и, возможно, придут на поддержку мне. И это будет как раз спасением. Спасением всего этого. Потому что ситуация здесь сейчас такая, что можно и пробить. Но при условии, что мне окажут поддержку. Мне приведут дополнительные войска, тогда да. Шансы будут. Ну и давайте. Отлично. Смотрите, как хорошо сюда заходим. Сейчас даже можно попытаться вот здесь вот вовнутрь зайти и сделать небольшие котлы. Кто знает, вдруг выйдет. Все. Здесь начинается полное веселье. Украинская Народная Республика еще выделяется. Притом, кстати, не под василитетом Германии. Вроде раньше она сразу же под их василитет отдавалась, но тут нет. Она свободная, воюет с Россией. Время как мы здесь сами продолжаем бои за Лондон. Продолжаем надеяться, что здесь Кембридж пробьем. Тяжело, конечно, но изо всех сил стараемся идти вперед. Кембридж пал. И мы теперь можем под угрозу реально Лондон поставить, с разных направлений сейчас протоковать. Идем, идем, идем. Но Лондон, Лондон должен стать нашим. Я не знаю, что за это здесь дадут. Но надеюсь, что так же будет перемирие. Как-никак мы все-таки же взяли столицу Британии под свой контроль. Ну почти, почти взяли. Наконец-таки делаем уверенную контратаку. Нас здесь немного отдавили, но все-таки. Сейчас прибираемся к Лондону. Все, Лондон захватили. 30 ноября 1916-го падение Лондона. Солнце заходит за Британскую империю. И я надеюсь, здесь будет от этого перемирие. Центральная держава все-таки запросят. И что там? А, в России еще новые змейки. И новая битва. Они веселятся как могут. Вот знаете, еще ни разу меня игра так не обламывала. Я полностью захватил Британию в одиночку. И по результатам она стала вассалом Германии. Не просто вышла из войны, не капитулировала, не что-то. Она стала вассалом нашего якобы союзника. Прекрасно. То есть я полностью в одиночку всю кампанию в Британии прошел. А нам в итоге ничего не дровали. Все, 23 февраля 1917-го года Германия подписала МИР. Предала ли Россия Антанту или они безнадежны. А в итоге теперь Советская Россия в одиночку против российского государства Колчака воюет. Центральные державы теперь освободились. Ну и могут нормально вдарить по французам, я надеюсь. Я притом начал полномасштабную атаку. Вроде как все успешно. Прорыв есть. Идем теперь к Парижу. Эх, под Парижем, конечно. Хорошо стоят, держат. Ну ладно. Это не такая уж и большая проблема. Сейчас сможем на тот берег главное перейти. Давайте. Добавок к этому сейчас еще попытаемся здесь дальше атаку продолжить. Все, под кавром тоже котел. Все-таки прорвали оборону. Сейчас фронт расширим. Это нам же пойдет в плюс, потому что наших войск больше намного. И на широком фронте атаковать будет легче. Притом, то что мы сейчас идем сюда, сюда, сюда. И ууу, какая красота. Посмотрите, чисто однотанковая дивизия пытается здесь обороняться. Пробиваем Шербур. Ну все, это получается полнейшая победа. Мы, кстати, внесли 23% вклада всего. Это потому, что нам не засчитали Британию. Да, да, да. К сожалению, Бритв не засчитали, хотя мы там очень сильно старались, помогали. Ну вот такая вот и грусть и печаль. Все, Север наш. Франция на треть капитулировала. Притом мы уже прорываемся к Бордо и к другим победным территориям. Они уже не могут сдержать нашу атаку. Но Париж пока держится. Это даем должное, но все. 2 апреля 17-го года. Антанта капитулирует, да. Они запросили мир. Ну все, теперь можно дальше не атаковать. Не, конечно, можно чисто так для красоты. Показать всему миру, что мы капитулировали Францию. Но ладно, пройдемся пока. Все равно до перемирия еще... А, 10 дней. Ну ладно, хотя бы новую столицу возьмем. Смотрите, какие границы за это время смогли сделать. Красивые Бордо тоже взяли. Все, мирная конференция. Отъезжаем на стартовые территории. Мне нравится, что Британия до сих пор остается вассалом Германии. И мне почему-то такое ощущение, что мне ничего в итоге не отдадут. Но ладно, мы мирно, спокойно отступим обратно. И подождем. 70 дней. Или 90, подождите. 90 дней. До Франкуртской конференции. Надеюсь, результат нас порадует. Кстати, ладно, зря я ругался все-таки. Мне отдали от Британии претензии. Еще до перемирия, кстати. Здесь у меня претензии были. Я получил территории. Здесь земли тоже наши. То есть, к счастью, к счастью, часть территорий, которые были под британцами, на которые мне дали претензии, перешли под мой контроль. Ну, ладно, хоть так. Хотя, знаешь, вроде бы у меня были претензии вот еще сюда вот. На Вестинскую Федерацию, которая была под Британией. Но, видимо, из-за того, что они освободились, там мои планы слегка полетели. Мир узреет новые границы. Мы получаем здесь целых две территории. Кстати, вау, вот это, вот это мощь. Еще мы с вами получили вот здесь вот территорию. Отлично. Также я немножко получил от Индии целую одну территорию. И все. Это все. Все. Эх, да уж, да уж, да уж. Такая вот была великая битва за парочку территорий. Притом, у меня до сих пор против Великобритании есть цель на аннексию. Но она проблемна то, что вассал Германии, притом более свободный, чем раньше. Ну и да, еще идеи есть на Японию. Но мы не можем сейчас оправдывать войны. В общем, вроде бы. Вроде бы. На самом-то деле вышло и неплохо. Немало территорий мы получили. Но все-таки за вклад в Британию, я считаю, могли бы дать и больше. Вот как ни крути, но там мы сделали очень много. Немцы, потому что три сколько колоний получили. С три просто сколько территорий, под их контроль, все британские колонии им передали. Почему нам ничего не дали почти от британцев? Это вопрос. С учетом вклада, с учетом того, как мы себя показали и сколько всего сделали. Это грустно. Если я не ошибаюсь, то нам сейчас должны и здесь особую экономику повесить. Да, Копенгагенская конвенция, послевоенная экономика. Из которой мы, правда, можем сразу же выйти в раннюю мобилизацию. Нам никто это не запрещает. Благо, поддержка войны достаточная. И сразу же денонсировать перемирие. Бамс. Все. Мы с вами сразу же освободились и готовы вновь объявлять войны. Но проблема в том, что у нас все равно невозможность объявлять войны. До сих пор висит. Из-за франкутского перемирия, которое вопрос как убрать. А, ну да, 85 дней. Все, через 85 дней нам дадут возможность вновь оправдывать войны и нападать. Удобная вещь. Но вопрос, что нам с этой вещью делать. Потому что новые войны мы по напряге не сможем оправдать. А из тех, что есть, это битва с Бразилией и с американцами. Что мы в одиночку, ну как бы это сказать, не вытащим. Потому что нам флоты, к сожалению, от британцев не дали. Битва против немцев с британцами, это вообще отдельный разговор. Ну, можно попытаться, но миллион против наших 500 тысяч. Сами понимаете, что это будет. Ну и японцы, которым тоже будет сложно прийти. Потому что, опять же, нет флота. Я очень надеюсь, что с Британией будет как-то иначе. И хотя бы бы нас флотом наградили. А то я его потерял в этой битве. Через ламанш высадился. А в итоге, никаких результатов. Ну ладно. Сама цель данного ролика выполнена. Мы с вами сыграли за Нидерланды в Первой мировой. Мы смогли расширить, создать свой великий, сильный Бенилюкс. Получить, при том, кстати, немало колоний. Конечно, далеко не все, на которые у нас были претензии. Далеко не так идеально, как могло бы быть. Но все-таки мы укрепили нашу мощь. И стали, конечно, невеликой державой. Но такой сильной региональной, я думаю, все-таки стали. Надеюсь, вам понравился данный ролик. И вы поддержите его своими лайками и комментами. И также не забывайте про подписку на канал. И заглядывайте в группу ВКонтакте. Ну и да. У нас появился еще телеграм-канал. Так что можете залетать еще и туда. А на этом все. Спасибо всем за просмотр. И до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok